Гюрджан Каскад. Цанкацацхаме Матуцун. Мерок Тіне. Жители заявили о готовности к самообороне, они не согласны с таким решением. Чем обернется эта ситуация? Во-первых, такая постановка вопроса перед гражданами Республики Армении, она вызывает очень много вопросов, извините за эту автологию, нареканий. Потому что говорить, мультиплицировать те угрозы, которые предъявляют Армения, Азербайджан или какие-то другие страны, это не самый лучший путь консолидации общества. Во-вторых, язык угроз войны через неделю, через день, через 24 часа, это фактически вражеские нарративы. И, скажем так, разговаривать с жителями нашей страны языком вражеских нарративов просто недопустимо. Это во-первых. Во-вторых, вот есть такая уверенность у нашего правительства, на мой взгляд, ничем не подкрепленная, что может наступить какой-то момент X, скажем, момент подписания депривного договора. После которого все нюансы взаимоотношений между, допустим, Арменией и Азербайджаном, Арменией и Турцией, Арменией и Россией, они будут абсолютно именными по своей сути. То есть это будут мирные отношения, сотрудничество, даже некоторые горячие головы говорят об интеграции с нашими соседями, с Турцией и Азербайджаном. Это абсолютно невозможно. Все говорит о том, что мы в таком режиме напряжения с нашими соседями будем существовать в ближайшие годы, если не десятилетия. И в таком случае идти на уступки, которые так или иначе не приведут к установлению мира, это всего лишь означает ослабление наших позиций. Потому что мы очень быстро приближаемся к точке, когда отдавать будет уже нечего, кроме самих себя. Ну да, дальше Сюник, дальше Зангизурский коридор. А главы по очереди, безусловно, Азербайджан тоже нуждается в некой легитимизации своих требований. Но села имеют стратегическое значение, а отдав их мы превращаемся в Арцапсу. Они, безусловно, имеют стратегическое значение, если военные действия неизбежны, а протеста практически прямым текстом говорит, что эти военные действия неизбежны, то отдавать любые позиции, которые ослабляют обороноспособность Республики Армении, допустимо. И речь не идет об аншлюсе этих четырех сел и, скажем, каких-то объявлениях, которые будут восприняты мировым сотрудничеством с сообществом как аншлюз, как присоединение отнюдь. Речь идет о том, что это часть мирного процесса, что примерно, кстати, зафиксировано решением Европейского парламента. 175 квадратных километров в Республике Армении оккупировали Азербайджан. То есть нам есть о чем поговорить, плюс англавы и так далее. Азербайджан заявляет, что он не сдвинется занятым позицией. Да, поэтому мы четко должны осознавать, что когда Азербайджан разговаривает с нами языком шантажа, то удовлетворяя эти требования, мы ничуть не делаем себя более защищенными и безопасными. Это показывает вся история наших взаимоотношений. И, безусловно, здесь есть очень много вопросов правительства. А что движет по вашему правительствам, которое идет на бесконечные уступки? Страх? Ну, во-первых, я сказал, это совершенно догматическая, доктриневская вера, вечный мир, который невозможен. Просто, в принципе, невозможен. А вы считаете, что правительство в это верит? Или просто оттягивает время? Они лично в это верят. Я думаю, эта идеология, это восприятие региона, страны, оно, кстати, высказывалось на этот счет и до того, как стал примером и так далее. Это во-первых. А во-вторых, это действительно страх. Страх перед Российской Федерацией, перед Азербайджаном, перед Турцией. И здесь вот это сочетание догматической убежденности, я бы сказал, с неким налетом фанатизма и страх перед действиями обратной стороны и связанных с ней стран в случае отказа, она приводит вот к таким результатам. Если Пашинян уверен, что война неизбежна, то совершенно было бы логично быть к этой войне максимально подготовленным. И тезис о том, что только вот защита территории бывшей Армянской ССР, она будет эффективна, она не подкрепляется, в том числе и географически. Потому что высоте, скажем, ей все равно на карте, она просто будет давлять над позицией противника. Если ты отдаешь высоту, то ты теряешь часть территории Армянской ССР, который вот так привязан к Нико Пашинянам. Госдеп США заявил, что уделяет особое отношение вопросу делимитации границы армяно-азербайджанской границы. Но делимитация, наверное, можно сказать, уже начата с Сюника, с 20-го года. Уже отданы некоторые села, ключевая трасса, гори Скопан. И опять же нету карт. Опять же все это делается непонятным образом. Значит, в чем разница? Хотя, конечно, много общего с той ситуацией и с этой. С точки зрения мирового сообщества, все эти территории, которые отданы до этого момента, они контролировались силами обороны, самообороны Нагорно-Карабахской республики. По крайней мере, официальная доктрина она такая, хотя мы с вами понимаем, что это все очень условно. Очень условно мы понимаем, само существование Нагорно-Карабахской республики было крайне условно. Поэтому сегодня фактически Пашинян отдает территории, которые всегда контролировались напрямую армией республики. Они напрямую в этом и есть разница, потому что в первой войне формально проиграла Нагорно-Карабахская республика, хотя подписывал почему-то Николй Пашинян. Здесь тоже парадокс, да. А сейчас требования при республике Армини напрямую к нашему правительству, нашему государству. И здесь разница все-таки есть существенная, потому что то, что делает сейчас Пашинян, не предусмотрено даже пресловутым объявлением 9 ноября. Это просто, я еще раз повторяю, догматизм плюс страх. Это во-первых. Во-вторых, я не думаю, что Соединенные Штаты Америки воспринимают требования по делимитизации границ, делимитизации границ в том формате, который существует. Когда Гергори Курян едет в Москву и там на московской площадке, по моим данным, даже с участием армянской олигархии российской достигаются каких-то договоренностей. О российском участии я даже не говорю настолько оно явно. Я не думаю, что это самый лучший формат с точки зрения Соединенных Штатов. И очень часто, употребляя те же слова, люди имеют в виду разные вещи. И та делимитация, которая говорит Госдеп, не совсем то, чем сейчас занимается в олигархии. Вы упомянули Арцах. Артак Бегларян заявил, что стратегическая цель возвращения в Арцах. Это возможно? Это возможно, это безусловно так. Это возможно. В какой перспективе? Это зависит от многих обстоятельств. И в первую очередь от существования Алиевского режима. Именно Алиевского режима. Речь не идет об азербайджанском государстве. Но я думаю, что это возможно еще при жизни этого поколения. Алиевский режим, но скорее всего, папа Алиев передаст сыну Алиеву, династию власти. Это не может продолжаться вечно. Всегда переходный период, мы видим по Беларуси, он отчетчается рядом обстоятельств. И в азербайджанской экономике, и в перспективах развития Азербайджана есть очень много проблематичных вопросов, которые не могут вот так с карточка решены даже державной волей великого победителя Алиева. Так что, я думаю, там проблемы будут. И самое главное, что для Запада это неприемлемая перспектива. Прочитайте, давайте все то, что касается Армении, мы оставим в стороне. И посмотрим, что говорят об азербайджане, об азербайджанском режиме. Какие даются там оценки, какие требования к азербайджанскому режиму. Начиная от Госдепа, о европейцах я даже не говорю, там уже в крайней, наиболее крайних формах. Когда в зале Европарламента один из депутатов, кажется, от Швеции напрямую называет режим Алиева фашистским. И в зале раздаются нежидкие достаточно такие громкие аплодисменты. Это что-то дозначит. Но Запад позволил Азербайджану сделать в Арцахе все, что он сделал. И никаких санкций не последовало за все это время. Для Запада, скажем так, это был, безусловно, крайне неприятный сюрприз. Как объясняют, кстати, это уже прямым текстом идет в резолюциях, в текстах. То есть это не на уровне дипломатического общения, дипломатического языка. То в случае вступления санкций в полной мере Азербайджан ничего не будет удерживать от нападения на Армению этого первого. Ну а если посмотреть дипломатическую подоплепу, есть, скажем, нежелание подталкивать в большей степени зависимости от Российской Федерации Азербайджана. Потому что его полная изоляция от Запада, полная безоговорочная изоляция от Запада, я бы сказал, даже маргинализация режима Алиева полная, она просто сделает из Азербайджана такой южнокавказскую. Но изоляция есть ли реальная? Ведь экономически они очень даже связаны между собой. Ну, надо посмотреть на цифры. Азербайджанской газовой нефтью Европа пользуется в меньшей степени Европейский Союз. Наиболее крупные покупатели, это кажется, Сербия, которая не является частью Сербии. Более того, в сознании очень многих наших сограждан, это очень дружественная государство, которая на самом деле имеет договор о фактически союзных отношениях с Азербайджаном, является крупным покупателем азербайджанской нефтигазы. И, безусловно, член НАТО, член Евросоюза, такая важная страна капитала. Если мы вот эти два крупных покупателя, да, значит, исключим в нашем расчете, то, в принципе, особенно там влияния азербайджанские ресурсы на европейскую экономику не имеют. С Италией ведется работа, в том числе я вижу, я вот так получилось, что встречались мы в Брюсселе с депутатами Европарламента от Италии, от партии «Пять звезд», очень влиятельная партия в Италии. Там такое осознание того, что никакие газы и нефть не стоят того, чтобы вот это монстра, скажем, наращивать на Южном Кавказе, а потом думать, как справляться с последствиями, как в случае из Карабаха, того не стоит. Я думаю, что еще подчеркивается во всех документах, и уже официально, что Азербайджан фактически является перепродавцом российского газа, фактически таким полулегальным прокоммерсным. Но это всех устраивает, опять же, кажется. Когда это становится официальным зафиксированным фактом в документах, это значит, что уже не всех. Это значит, что ищут пути. Безусловно, исполнительная власть, она более в рамках реалполитик действует. Значит, изыскиваются возможности прекращения этого или сокращения. Иначе бы это не стало частью просто политического диалога в Европе. А это факт. В Нереван прибыл Генсет к НАТО, который сделал, наверное, можно сказать, достаточно опасное заявление. Приветствовал совпадение позиций Армении и Украины. Не значит ли это, что Запад готовит Армении путь Украины? Отнюдь нет. А было ли правительство в Армении, которое не признавало территориальную совместность Республики Украину? При сервисе Аксиана этого не было, при следующем правительстве этого не было. Для Республики Армении официально Украина существует в тех границах, по которым она получила независимость в 1991 году по решению Беловежской пущи с прямым участием Украины у господина Кравчука. Поэтому, когда Генсек НАТО выражается таким образом, он всего лишь имеет в виду, то Армения признает территориальную целостность Украины. Если бы он теоретически приехал при прежней власти, скажем, в 1917 году, то он сказал бы абсолютно то же самое. Потому что в этом пункте Армения действительно полностью имеет ту точку зрения, которую имеет Украина. В каких-то других вопросах, возможно, есть разногласия. Но для Республики Армении Крым – это Украина, Донбасс – это Украина, Ардеевка – это Украина. Это наша официальная позиция. Как вы считаете, после выборов в России как-то изменятся отношения с Арменией, отношения, безусловно, очень ухудшившиеся в последние годы? Только в худшую сторону. Только в худшую сторону? Почему? Потому что Путин будет воспринимать этот мандат как на продолжение той политики, которую он ведет. Он практически в первые же своих речи подтвердил, что он это так и воспринимает. Это означает, что все те тенденции, которые были в отношениях с европейскими странами, с Украиной, со странами бывшего Советского Союза, они будут точно таким же, даже более интенсивно, в том же направлении. Поэтому российское давление и отчуждение России Армении, я думаю, сейчас будет большими темпами, чем было до того. Захарова заявила, что к тому, что происходит в Армении в последние дни, Россия не имеет отношения. Вы согласны? Абсолютно нет. Даже эти четыре села, за ним практически заняты, находятся, скажем так, под защитой российского кондитета. Это факт. И весь этот разговор, вся эта паника армянского правительства началась после того, как стало совершенно очевидно, и это было, я думаю, сказано в лицо, что россияне не имеют никаких планов по защите этих четырех сел, они просто покинут. А их место совершенно молниеносно займут азербайджанские войска. Вот и весь разговор. Вот и весь разговор. И поэтому говорить о том, что Россия не имеет отношения. Если бы Россия, например, настаивала на том, что вопрос всего будет решаться только на мирных переговорах, и что контингент, который там существует, является гарантом того, что не будет агрессии азербайджанской, этого вопроса бы просто не было. Вопрос, что Россия не может этого сделать, так значит, не надо, как бы сказать, ложные ожидания, ложные надежды давать местным жителям, в первую очередь, которые вот визуально даже видят, что есть здесь российские военные, они там существуют, но это ничего не значит в плане безопасности. А как думать этим людям, как относиться этим людям к позиции России? Как вы считаете, какими вам видятся дальнейшие отношения Армении с ОДКБ? Армения выйдет из ОДКБ. Выйдет? Безусловно, это, я думаю, решено. Кругое дело, что это правительство достаточно, скажем так, не способно к каким-то вот радикальным действиям вообще в любой свете, на самом деле. То есть, есть попытки, ну, начиная там вот реформ образования и так далее, обычно очень плохо задуманные, и, как правило, где-то это все останавливается, потому что обстоятельства не способствуют реализации этих планов. То же самое с ОДКБ, но есть какие-то объективные вещи, которые не зависят от этого правительства. Я думаю, что просто наша поддержка мировым сообществам уже напрямую, а это уже упоминается, я все время делаю ссылки на резолюцию Европарламента, потому что это очень важно, там очень интересные акценты. И, учитывая консенсусность понятия, надо понять, что думает европейское политическое сообщество по этому поводу. И выход Армении из ОДКБ это воспринимается как просто необходимость, запоздалая необходимость. Поэтому я думаю, что Армения выйдет... Экономически как это может отразиться? Есть еще ведь Евразес? Есть огромные риски экономические, поэтому надо работать на разных направлениях, в том числе с Российской Федерацией, в экономических вопросах, с тем, чтобы, скажем так, риски, управлять рисками, скажем так. Безусловно, на первый период будут определенные трудности, но они ни в коем случае не должны и не могут повторять начало 90-х годов. Это могло бы быть только в случае, ну, даже еще большей некомпетентности, чем имеет наше правительство. То есть это просто технически невозможно. Поэтому, потому что есть грузинская граница, есть Иран и прочее, прочее. Иран, вот последний наш с вами вопрос. Армения откровенно идет на Запад, и как это может отразиться на отношениях с Ираном, который против этого, как известно? Армения должна сделать все, чтобы это никак не отразилось. Здесь нужна огромная дипломатическая работа. Те реверансы, которые дают наши политики, будь что премьер-министр или министр, если вы заметили на любых переговорах, что это не отразится на наше отношение с Ираном. Кстати, даже в пресс-конференции по поводу приезда Столтенберга, что на отношении к третьим странам, наше сотрудничество, но третья страна – это Иран. Это не является перебором, потому что нам нужна огромная работа, и здесь мы должны быть совершенно искренними, что никакой формат развития Армении не может быть использован против иранского государства, государства добрососедского. К сожалению, не союзного, и в этом виноваты не мы. Это ряд обстоятельств от нас независимых. Но добрососедских – это точно. И добрососедские отношения с Ираном, они крайне важны для других стран. Но это всегда считался наш стратегический союз, пожалуй, да? Это очень преувеличенное мнение, потому что мы были в ОДКБ, а не в каком-нибудь там союзе с военным Ираном. Наша армия фактически была тесно перенетена с российской армией, с другими странами. ОДКБ, с этого ничего. Мы покупали оружие у России по заниженным ценам. Здесь скорее это такой аванс. Но то, что это дружественные страны, у которых очень много общих интересов, это безусловно. Это безусловно. И эта линия просто является стратегически необходимой, независимо от правительства, какое правительство будет возьмем. Спасибо вам за интересную беседу. Пожалуйста. Передача по факту подошла к концу. С нами был политический аналитик Армен Обанисян. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»